Здравствуйте, меня зовут Ефремов Александр Владимирович. Я являюсь директором компании OO Prism, которая занимается реализацией инновационного интернет-сервиса Leng Prism. И также я являюсь лидером команды MyAeroFloat, которая была создана специально для участия в конкурсе, который организовал AeroFloat для создания системы значения на борту самолетов. Проблема, которую описывает компания AeroFloat, нам вполне понятна. Мы уже несколько раз летали самолетами AeroFloat, и нам довелось оценить саму систему развлечений, которая есть на сегодняшний момент, и у нас есть ряд улучшений, ряд предложений, которые мы хотим в своем проекте представить для компании AeroFloat. Цели, которые мы выделили, заключаются в том, чтобы, во-первых, увеличить посещаемость, то есть заполняемость судна, которое летит, соответственно, либо трансплантическим, либо каким-то дальним перелетом. Во-вторых, это увеличить вероятность маркетинговых программ. Под этим мы понимаем, то есть увеличение социальной вовлеченности пассажиров компании AeroFloat вне уже полета для того, чтобы увеличить, собственно, социальный охват в социальных медиа компании AeroFloat. И третье, естественно, это принести дополнительный доход и, возможно, вывести эту систему на самоокупаемость за счет получения дополнительного дохода. Концепция нашей системы строится на четырех основных принципах. То есть мы не стали углубляться в детали, делать какой-то конкретик, потому что в этой презентации этого не хватило, мы просто сфокусировались на четырех основных моментах, которые мы хотели бы видеть в этой системе, которые должны быть там реализованы. Первое, что мы считаем обязательно, должна быть реализована идентификация пассажира в системе. То есть когда пассажир занимает свое место, он должен иметь возможность идентификации либо путем ввода имени пользователя и пароля, либо путем биометрической аутентификации. И таким образом система должна знать, с кем она работает, для того, чтобы лучше подстраиваться под его предпочтения, для того, чтобы запоминать те фильмы, которые он смотрел, для того, чтобы запоминать тот прогресс в играх, который он получил. И более того, чтобы пассажир имел возможность еще до полета, например, запланировать те фильмы, которые бы он хотел посмотреть. И войдя в эту систему, система бы его поняла и показала ему именно его конкретный выбор. Также здесь возможна интеграция с социальными сервисами. Она предоставляет как раз возможности по увеличению социального охвата. О чем здесь идет речь? То есть человека, который, пассажир, который садится на кресло, мы его ассоциируем с его аккаунтами в социальных сетях. И таким образом он может в течение активности на борту самолета, либо вне его, он может делиться какой-то интересной ему информацией в социальных сетях. И это, как бы, таким образом увеличит социальный охват, значимость в социальных сетях компании «Аэрофлот». Значит, следующее. Мы проанализировали как раз во время полета поведение пассажиров, как они себя ведут, и выделили для себя такой основной момент, что в основном все пассажиры используют систему развлечений на борту самолета для того, чтобы подсматривать фильмы, то есть какой-то видеоконтент. Потому что игры зачастую люди имеют, ну, если люди привыкли играть в какие-то игры, то они уже имеют у себя какие-то гарпистры, которые позволяют им это делать. Опять же, музыка тоже не является большим достоинством системы. Практически у каждого сейчас есть телефон, на котором можно играть свою любимую музыку, а шанс, что эта любимая музыка окажется на борту самолета, очень маленький. Поэтому мы предлагаем сконцентрировать основные усилия на то, чтобы договориться с создателями кинофильмов, с создателями, как бы, в кинотеатрах, чтобы показывать на борту самолета премьерные и постпремьерные фильмы. Таким образом, скучный полет для пассажира, который раньше был скучным, он будет теперь рассматриваться как билет на ноут-стоп в кинотеатр. Таким образом, он садится за свое кресло и от начала до конца полета он имеет возможность не терять время, а смотреть премьерные и постпремьерные фильмы, которые буквально сейчас идут в кинотеатры. Мы знаем уже сейчас по опыту, опыт такой работы есть, именно договоров с такими издательствами в других системах. Один из проектов реализуется нашими соотечествами в Америке, мы буквально осенью с ним ознакомились, именно поэтому пришла такая идея, что это, в принципе, возможно, это, в принципе, реально договориться с создателями для того, чтобы показывать такие фильмы. И, соответственно, здесь возможности есть для монетизации, конечно же. То есть, фильмы, которые являются классическими, либо они уже далеко отстоят от премьеры, их можно показывать бесплатно в системе развлечений. В то время как новинки, которые сейчас идут в кинотеатре, за них брать ту же цену билеты, мы считаем, что вполне будет актуально и адекватно для любого человека заплатить, например, на борту самолета 150 рублей для того, чтобы посмотреть фильм. В принципе, это стоимо сравнимое с обычным кинотеатром. Также возможно применение в салонах бизнес-класса 3D-очков. Сейчас есть компания Panasonic, разработала уже дисплей 18-дюймовый, который позволяет уже более-менее с расприемлемым качеством просматривать трехмерный контент. Следующая концепция, которую мы хотим предложить, это потоковый контент. О чем здесь идет речь? Многие пассажиры сейчас уже на борту имеют с собой мобильные устройства, какие-то портативные устройства, которые и так позволяют им занимать время во время полета. И более того, чем дальше мы смотрим на большую перспективу, на ближайшие 10 лет количество этих устройств только будет увеличиваться. Поэтому мы предлагаем обязательно включить в систему такую возможность, как потоковый контент, который предоставляет беспроводной доступ к медиабиблиотеке на борту самолета и позволяет пассажирам уже на своих портативных устройствах, какими бы они ни были, просматривать, использовать весь этот контент, будь то музыка, видео, игры и так далее. Здесь возможность по монетизации существует такая, что в потоковый контент, именно в потоковый, можно встраивать рекламу, что будет, во-первых, мотивировать пассажира использовать именно систему развлечений, которая стоит на борту, а во-вторых, это дополнительная возможность монетизации за счет год с рекламодателями. И, наконец, четвертый концепт нашей системы – это геймификация. Все мы давно знаем уже такие системы, как Foursquare. Многие компании, вроде Nike, Adidas, применяют сейчас на своих веб-сайтах, вообще, в принципе, в своей деятельности геймификацию. О чем здесь идет речь? То есть мы предлагаем создать некую систему, которая будет завлекать пассажира не только на борту самолетом, но также вне его. Почему? Например, каждый пассажир будет иметь свой личный кабинет, в котором он может посмотреть, на каких самолетах Аэрофлота он уже полетал, в какие континенты он уже посетил, в какие страны. И это будет выглядеть в виде некой доски для коллекционирования. То есть, например, человек, который полетал один раз уже, например, в Евразию и в Африку, будет заинтересован в том, чтобы сколлекционировать следующие бейджики, которые являются пустыми местами у него на доске вот этого коллекционирования, чтобы слетать еще в Америку, чтобы слетать в Австралию и так далее. То же самое, как бы, касается самолетов. А также геймификацией, основным концепцией является накопление очков, которые отличают, собственно, новичков в системе от мастеров. И многие люди будут замотивированы летать больше, либо вовлечены быть в большее количество активности, которое ведет компания Аэрофлот. Возможно, будут какие-то конкурсы, возможно, будут какие-то дополнительные элементы программы лояльности, чтобы накопить эти очки. В соответствии с этими очками люди будут разделяться на уровни, типа новичок, мастер и так далее. Таким образом, они могут уже делиться со своими друзьями, участвовать в каких-то лидербордах, да, то есть в досках подсчета среди своих друзей, и уже смотреть, что да, я вот, допустим, больше тебя налетал, а вот в следующий раз ты полетал еще больше, и меня в этом смысле объединил. То есть мы зарождаем какой-то дух первенства, который всегда, в принципе, он естественный для человека, и он может мотивировать людей на, во-первых, большее количество активности связывать с компанией Аэрофлот, во-вторых, на то, чтобы больше летать именно с компанией Аэрофлот. Наконец, с этой системой мы рассчитываем, что пассажиры все, они будут вовлечены, они будут довольны, причем система рассчитана на то, что она будет завлекать пассажира как на борту самолета, так и вне его. Прежде чем сказать немножко о команде, я вот хочу тоже уделить буквально одну минуту истории. Дело в том, что именно прошедшей осенью мы с одним из членов нашей команды как раз летали, были в трансантантомтическом перелете в компании Аэрофлот, и тогда же у нас была возможность оценить систему, у которой сейчас есть система развлечений на борту. Она нас очень поразила, приятно удивила, но тем не менее было большое количество моментов, которые мы хотели добавить, и мы прямо на борту самолета составили некий ситуационный план, что нужно, да, вот это сделать, нужно вот это сделать, и было бы очень здорово как-то передать это компании Аэрофлот, и вот причина, почему мы участвуем в этом конкурсе, это именно то, что компания Аэрофлот внезапно устроила этот конкурс, ну и мы подумали, что кто как не мы, должны принять в нем обязательно участие. Значит, участники нашей команды имеют очень большой технический опыт, это в основном разработчики и менеджеры IT-проектов, в том числе мы являемся управляющими компанией, как я уже сказал, которая занимается разработкой инновационного интернет-сервиса, переводом в интернет и линд-призм. То есть у нас есть опыт проработки проекта разносторонней совершенно, то есть как маркетинговое, так составление бизнес-планов, упаковки проектов, презентации, в том числе техническая работа, потому что сейчас наш проект линд-призм, он уже запущен, он уже действует, нам уже удалось реализовать там большое количество вещей. Также у нас есть участники в команде, которые нам, я надеюсь, помогут с точки зрения гиммификации. Вот Олег, он имеет большой опыт разработки социальных игр, сейчас они уже разработали две социальные игры, которые приносят им неплохой доход. На этом у меня все, спасибо большое, буду рад, если компания Аэрофлот счет наши идеи полезными и нужными. Спасибо большое.